Так, друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. Сегодня у нас будет обзор проекта Aglet. Это у нас подобие Stepan. Вот как можно здесь будет получить кроссовки. Будет краткая инструкция по самому приложению. Вот, надеюсь, вы получите полезную информацию. Итак, мы переходим к обзору. Aglet это приложение, где вы можете зарабатывать кроссовки гуляя. Также можно приобрести кроссовки на Meta Вселенной, виртуальные и настоящие кроссовки. Эта игра изначально была выпущена для целей Play to Yarn и Move to Yarn. Первоначально она была выпущена как коллекционная игра. Было объявлено, что NFT, продаваемый с 14 мая, будет взаимозаменяемый на Ethereum и USDC. NFT будет описан позже. Замена Ethereum и USDC будет реализована в третьем квартале 2022 года. Генеральный директор Aglet имеет опыт работы в качестве бывшего директора Adidas. Ребят, не знаю, насколько эта информация верная, но вот нашел полезную статью. Вот, поэтому хочу привести аналитику. То есть сейчас будет у нас именно обзор статьи, также буду вставлять именно у нас обзоры из самого приложения. Вот так, мы идем дальше. Кроме того, кроссовки, доступные в игре, на самом деле являются кроссовками от крупных компаний, таких как Nike, Adidas, New Balance, Asics и Vans. Да, также очень классно, что они сотрудничают именно с такими крупными брендами кроссовок. Кроме того, на OpenSea продаются универсальные кроссовки NFT, которые выставляются самостоятельно дизайнерами кроссовок Aglet. А минимальная цена популярна на уровне 0.1 эфириум. Но если мы зайдем на OpenSea, мы видим, что у нас есть всего 4 варианта. То есть средняя цена у них составляет 0.04 эфира, не так, как написано в статье. Но оно продается, имеет ценность, поэтому давайте посмотрим, что там дальше. Вот что очень хорошо, что игра может быть запущена без первоначальных затрат, поэтому барьеры для входа очень низкие. Любой может начать. В конце концов, это игра, которая зарабатывается пешком и получает кроссовки. Очень очаровательно, что можно использовать в сочетании других игр Move to York. Да, это так. Давайте мы сейчас перейдем с вами именно в само приложение. Так, что мы видим в приложении? У нас есть две вещи. Это VIR и SHELF. SHELF это у нас получается, что у нас есть именно, получается, как бы, грубо говоря, на полках наших, которые лежат. То есть, какие мы уже купили, либо получили кроссовки. Вот. Также можно перейти у нас в магазин. Магазин у нас переходит, просто скипаем вправо. Так, у нас есть SHOP и есть MARKET. То есть, получается, в SHOP мы можем покупать именно непосредственно от самого приложения. То есть, мы смотрим, какие у нас здесь есть кроссовки, можем их приобрести. Цена у нас указана в токене Aglet. То есть, мы видим, вот есть полностью все описание. Вот. И мы также можем их купить. Нажать buy to earn и нажимаем есть. To buy мы покупаем. Вот. Сейчас я его купил зачем-то. Ну, ладно. Все. Мы получили новый кроссовок. Открываем его. Все. Как это делается? Нажимаем два раза по коробке и скипаем его вверх. И все. У нас появляются кроссовки. Все. Отлично. Мы купили все новые кроссовки. Так. Как же нам посмотреть на кроссовки? Нажимая на сами кроссовки, мы можем посмотреть их статистику, характеристики. То есть, это у нас будет. То есть, мы видим, что у нас есть коэффициент заработка. Потом максимальный процент GCP. Это увеличение заработанное на максимуме. Потом у нас есть долговечность. Вот 18 показано. Потом класс у нас есть. Тир 5. Это самые плохие, грубо говоря. То есть, они от 0 до 5. 0 это самые редкие. Потом показано, сколько мы прошли уже непосредственно. Потом покупная ценность показана, за сколько мы их могли купить, либо продать. И осталось у нас, сколько раз мы можем отремонтировать данные кроссовки. Вот где ремонтировать и как ремонтировать, я его покажу чуть позже. Это показано у нас на карте. Так, ребят, дальше у нас уже непосредственно есть сама карта. То есть, как вы попадаете, все. Вот видно, что это вот я. Вот. И у нас показаны здесь различные станции. Вот. У нас есть станция True Station. У нас предлагает внутриигровые валюты, такие как Aglet и Gold Aglet. У нас есть Deadstock Station. То есть, позволяет останавливать всю долговечность ваших кроссовок. У меня здесь на карте их нет. Вот. Но если мы, допустим, там, я не знаю. Вот возьмем там всю Россию. Пойдем там на тот же самый какой-нибудь Сахалин. Вот увеличим. То видим, что у нас здесь есть и данная станция. И все, подойдя к ней, мы можем отремонтировать данные кроссовки. Но у нас здесь доступен ремонт кроссовок только для третьей категории, четвертой и пятой категории. То есть, мы подходим и смотрим. То есть, мы подходим их и ремонтируем. Но вы должны понимать, что должен соответствовать непосредственно ран кроссовок. Также у нас cooldown, то есть, перезарядка действует только 7 дней. То есть, в течение 7 дней мы сюда больше не будем подходить. Получается, у нас еще осталась работная станция. Она выглядит у нас вот так. Он ремонтирует на 40% наши кроссовки. То есть, также у нас доступны для каких именно рангов доступно. И показан cooldown. То есть, 24 часа. Все, ребят, здесь также вот показано, что вот видите, кроссовки 100%. Это показано, насколько они у нас изношены. Вот сколько мы в них проходили. Вот если он падает, то у нас, естественно, и падает сам заработок токен. Вот, у нас есть показатели GCP. То есть, G это цепление, C это комфорт и P это защита. То есть, чем выше показатели, тем больше у нас идет накоплений. Также у нас показаны погодные условия. То есть, видите, что у меня сейчас идет дождь, 10 градусов. То есть, у меня процент накопления всего лишь 1,16. То есть, это очень мало. Если у вас погодные условия соответствуют, и они очень теплые, естественно, у вас процент будет больше. Вот, как показано здесь на экране. То есть, у него здесь 2,03, у нас 1,16. Но если мы выберем, допустим, другие кроссовки какие-то. Давайте выберем вот такие вот какие-нибудь. То есть, видим, что у нас появилось 2,06. То есть, также выбираем, какие кроссовки лучше. Вот эти, допустим, 2,06 будут давать. Здесь 2,03. Вот. То есть, мы здесь можем сразу смотреть показатели. То есть, в этих кроссовках не будет смысла никакого идти сейчас гулять. Потому что мы только будем их изнашивать. А в итоге токены мы так и не заработаем. Да, ребят. Также вы можете продавать данные кроссовки. То есть, заходите на сами кроссовки. Можете нажать Sell in Marketplace. Нажать Sell in Marketplace. Введите здесь сумму, которую вы хотите. Также при регистрации в приложении вы создадите своего персонажа. То есть, у меня сейчас он выглядит именно так. Вот. Вы можете посмотреть в данном профиле, сколько у нас кроссовок всего. Сколько у меня токенов. Сколько я всего прошел шагов. Вот. То есть, вы можете менять себя. То есть, заходите. Вам здесь будет доступно. То есть, нажимайте на человечка у вас здесь. Можете поменять ему цвет кожи. Можете поменять ему его одежду, штаны. Вот. И так далее. То есть, здесь будут показаны кроссовки, которые вы непосредственно выбрали. Так. После этого вы можете также менять у себя на доске свои кроссовки, которые у вас уже есть. То есть, вы нажимаете. То есть, вы хотите выбрать какой-то кроссовок. Вставляете его. То есть, у вас будут на полке показаны все ваши кроссовки, которые у вас есть. Вот. Нажимаете Don. Сохранить. Все. У вас он есть. Сохраните вы. Все сохранили. У нас показано, какие у нас есть кроссовки. Также есть особенность здесь, как коллекции. В коллекции тоже нужно их накапливать. Вот у меня есть первоначальная стартовая коллекция. То есть, все стартовые кроссовки, которые были. То есть, собирая данные коллекции, вы можете получать Don. Но я еще точно в этом не разобрался. Но вроде так. То есть, собирая какие-то коллекции, вы будете получать Don. Также по регистрации, думаю, будет все понятно. В конце не забудьте ввести реферальный код. Вот. Реферальный код у нас будет. Вот видите на экране, что вот у меня вот 10, ой, 103 Ox. Вот. Поэтому, как только ваш друг пройдет 10 тысяч шагов, вы оба получите дополнительные 1000 токенов. Вот. За которые вы можете там купить себе дополнительные кроссовки в самом уже приложении. Вот. Самое интересное, когда она будет начислена. То есть, когда вы только начинаете, у вас будут доступны первые кроссовки. То есть, в эти кроссовки вы можете выбирать абсолютно любые. То есть, без разницы, что это будет за кроссовки. Они особой разницы не имеют. Как только вы пройдете первые 1000 шагов, вам дадут новые кроссовки. Советую их переобуть. Вот. И продолжить движение уже дальше в них. То есть, как это делается, делается это все очень просто. То есть, опять заходите в шелф, выбираете, допустим, эти кроссовки, нажимаете. Rock and now. Все. Вы выбрали данные кроссовки, вы в них дальше уже идете. То есть, все очень просто. Все. И мы получаем кроссовки, получается, до 10 тысяч шагов. То есть, у нас будет шаг. То есть, 1000, 2500, 5000 и 10000. Да, после этого мы уже будем получать непосредственно именно... У нас будет каждая прогулка до достижения новой цели. У нас будет она повышать ранг нашей обуви и облегчить зарабатывание. Как точно это еще не будет. Я не знаю, я еще не дошел до 15 тысяч. Но в статье я прочитал, что именно будет так. Также, ребята, могут возникнуть проблемы при скачивании приложения. То есть, если вы находитесь в России, вам не будет доступно... То есть, не будет видно приложение в App Store. Как поменять регион, и чтобы было доступно в данное приложение, я напишу в инструкцию. Инструкцию ниже в описании. Поэтому следуйте данной инструкции. У вас все должно получиться. Делается все очень быстро. Вот. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там буду делиться тем, что я покупаю, какие кроссовки. Если будет выходить какая-то новая актуальная информация по данному проекту, обязательно запишу еще одно видео. Вот. Поэтому, если было полезно данное видео, ребят, ставим палец вверх. Пишем комментарии. До новых встреч. Пока-пока.